Всем привет! Продолжаем гулять по Риму. Хочу показать вам Витериано. Это монумент в честь первого короля в объединенной Италии Виктора Эммануила II. Он располагается на Венецианской площади в Риме на склоне Капитолийского холма. Действительно очень грандиозное помпезное сооружение. В народе иногда его называют пишущей машинкой, свадебный торт, ставная челюсть, чернильница, ну и по-разному. Проект был разработан Джузеппе Сакони, такой амперный дух древнеримской архитектуры. Строительство продолжалось с 1885 по 1935 годы. Достаточно долго открывалось несколько раз. Алтарь открыли в 1911 году, потом вступила война, после которой решили добавить памятник неизвестному солдату. И в следующий раз церемония проходила уже при Муссолини в 1927 году. Но отдельные бронзовые детали уже установили в 1935 году. Так вот, это 12-метровая бронзовая конная статуя короля. Под ней находится могила неизвестного солдата, так называемый алтарь Отечества. Там постоянно стоят часовые, в красивой форме. Постоянно сменяется караул. Ну, достаточно красиво. Так вот, после смерти Виктора Эммануэла II итальянские власти в 1878 году решили возвести монумент, которого ослабил бы отца Отечества. Был объявлен конкурс, на котором победил французский архитектор Анри Поль-Нено. Но его отвергли, потому что он был не итальянец. И в 1982 году обвели еще один корпус, при которых были только одни итальянцы. И Королевская комиссия отдала предпочтение проекту молодого архитектора Джузеппе Сакони из Марки. Главный материал для памятника стал Ватичинский мрамор и про из провинции Брешия. Кстати, очень хороший город Брешия, так он мне понравился. Так вот, этот мрамор очень хорошо поддавался обработке и происходил с родины Джузеппе Зонорелли. Это был видный политик, который составил Королевский указ о строительстве памятника. Для строительства этого огромного здания пришлось конфисковать и снести множество старых строений по программе, которую утвердил премьер-министр Агастино де Претис. Снесли огромный средневековый квартал. Разрушили башню Павла III, арку Сан-Марка, ну и путепровод. В общем, огромная площадь была расчищена. Кстати, во время раскопок вместо сплошной скалы, которая там была, обнаружилась пещера. Туннели, песок, глина. И по легенде, которая уже была составлена, она была придумана, вот эта пещера служила бомбоубежищем. Стоимость строительства запланированных 9 миллионов лир. К концу работ выросла до 27-30 миллионов. Но тоже, видимо, ребята там с деньгами что-то делали. Скульптору Энрико Киарадия было поручено изготовление иконной статуи Виктора Эммануэла II. Но после смерти скульптора в 1901 году ее завершил Эмилио Галлори. И в 1911 году установили. А, к сожалению, в 1905 году умер главный архитектор Джузеппе Сакони. Работы пришлось продолжать под руководством господина Коха, Манфреди и Пиачинтини. Вот такие фамилии итальянские, трудно их немножко выговаривать. Ну и 4 июня 1911 года король Виктор Эммануэл III уже торжественно открыл комплекс в ходе праздниц, посвященных 50-летию Объединения Италии. Вот примерно весь рассказ про этот комплекс. Называется он «Алтарь Отечества». Внутри алтаря Отечества находится могила неизвестного солдата, погибшего на Первой мировой войне. Кстати, прах выбрала из 11 гробов Мария Бергамос. Мать Антония Бергамоса — это солдат, который дезертировал из австрийской армии, чтобы присоединиться к итальянской и погиб в бою. Захоронение этого известного солдата было произведено 4 ноября 1921 года. Перед этим огромным строением установлены два фонтана, работа Эмилия Квадрелли, которая символизирует Адриатическое море и Теренское море. И около этих фонтанов, конечно, очень приятно посидеть в жаркую погоду, просто прохладно, очень хорошо. Рекомендую. Надо отметить, что вокруг памятника стоят 6 статуй, высотой они 6 метров и олицетворяют ценности итальянцев. Это мысль, действие, согласие, сила, жертвенность и право. Работы Джулио Монтеведе, Франческо Джераччи, Августа Ревальта, Леонардо Бестольфи, Этери Химминса, Людовика Пальяни. А вот как написано в Википедии. Основную часть строения образует монументальный не классический портик с колоннами коринфского ордера. Два пронаоса, тоже коринфского ордера, напоминающие храмники Аптерос на Афинском Акрополе. А пронаос это открытая или закрытая пристройка перед входом в храм, то есть передняя проходная часть античного храма, как бы прихожая, если дословно. Пронаосы увенчаны бронзовыми статуями, изображающими квадригу Виктории, богини Победы. Левая символизирует единство, выполненное скульптором Карла Фонтана. У Виктории лицо римской модели Розалии Брунини. Правая квадрига это свобода работы Паула Бартолини. И Виктория, по легенде, имеет лицо Виктория колонны, герцогини Сермонетто. Вот так, так написано в Википедии. Недалеко от алтаря Отечества находилась резиденция Муссолини, бывшего правителя Италии. Но если говорить немножко о Муссолини, как называли его Дуччо, Бенитто Муссолини. Человек начинал от анархиста, потом пришел в классе, стал премьер-министром Италии, разобрался с социалистами, вел жесткий контроль в экономике и очень его ценил Черчилль и Гитлер. Вот. Ну, сначала в экономике было действительно неплохо, намечались некие сдвиги, но потом все, к сожалению, стало очень плохо. Тем не менее, итальянцы его обожествляли, говорили, что мог усмирить вулканы. Попал в тюрьму, из которой его вызволил Отто Скорцень, знаменитая операция, которую провели фашисты. Вот. Организовал некую республику в районе озера Гарда фашистскую. Потом все же его, вместе с его любовницей, Кларетте Петкачи, был задержан партизанами. Партизаны и расстреляли его, и повесили в Милане на бензоколонке. Вот так он закончил. Так вот, он недалеко здесь, собственно говоря, и жил, около алтаря Отечества. Недалеко от алтаря Отечества также находится закрытый балкон зеленого цвета. Говорят, что здесь жила мама Наполеона, а закрыт он потому, что мама Наполеона очень любила смотреть на прохожих. А это был новый тон, поэтому закрыли, чтобы прохожие не видели такую старушку, которая постоянно рассматривала толпу. Ну, видимо, делать было нечего, но вот она сидела там, наверное, смотрела. Ну, это такая легенда. Ну, что еще? Пожалуй, вот и все про Витариана, алтарь Отечества, памятник Виктору Эммануилу II, который находится в Риме и который можно увидеть со всех сторон. Поверьте, это огромное помпезное сооружение, которое действительно видно из многих точек Рима. Которое, кстати, мне понравилось, очень симпатично показалось, производит впечатление. Все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok